Всем привет, с вами Марго. Для выживания в дикой природе стоит прикладывать немало усилий, ведь если не нападешь ты, то нападут на тебя. Одни животные полагаются на силу, другие сливаются со средой благодаря маскировке, а третьи обладают фатальными и даже смертельными для них способами самозащиты от надвигающейся опасности в виде хищников или неприятелей. Гарвардские биологи описали необычную волосатую лягушку с кошачьими когтями. Земноводная целенаправленно ломает свои собственные кости, чтобы произвести когти, которые выступают из подушечек пальцев. Исследователи говорят, что есть саламандры, которые проталкивают свои ребра через кожу, чтобы произвести защитные шипы. Однако ничего подобного раньше среди живых организмов не наблюдалось. Эта особенность также обнаружена у 9 из 11 лягушек, принадлежащих к роду остилостернус, большинство из которых обитают в Камеруне. Что примечательно, у волосатых лягушек в состоянии покоя защитные когти обнаружены только на задних лапах, передние они активируют в случае угрозы их жизни. На первый взгляд, дикобразы могут быть очаровательными животными. Но их иглы остры как бритва и предназначены для пронзания мягких тканей нарушителя его спокойствия, которое к тому же будет очень сложно вытащить. Если ему угрожают, дикобраз ощетинится и поднимет при этом свои смертоносные иглы. Когда млекопитающая обнажает свои патроны, то испускает мускусный запах, уникальный для их особей, который служит предупреждением. Дикобраз поворачивается так, чтобы его голова была повернута в сторону от нападающего и стучит зубами, чтобы подать звуковой сигнал своему агрессору. Если этого недостаточно, он использует свой мускулистый хвост, покрытый иглами, чтобы ударить оппонента, если тот подойдет слишком близко. Комодский варан, или как его еще называют комодский дракон, самая большая из ныне существующих ящериц. Отдельные представители вида могут достигать в длину до 3 метров и весить более 130 килограммов. Эта рептилия является высшим хищником в пищевой цепи. Она не прочь полакомиться зверем, в несколько раз превышающим ее по размерам. 60 острых зубов и смертоносные челюсти делают его опасным оппонентом в поединке. Однако, с другой стороны, они могут стать причиной мучительной гибели ящерицы. Дело в том, что в частицах гниющего мяса, застревающего между зубами, живут болезнетворные бактерии. Поэтому пасть варана кишит инфекциями, и каждая его следующая охота может стать фатальной. При нападении жук-бомбардир запускает быструю химическую реакцию внутри своего тела, заставляя хищников в ужасе бежать от него. Он смешивает коктейль из опасных соединений внутри своего тела, который воспроизводит мощную движущуюся реакцию. Этот процесс нагревает смесь до кипения, а затем с огромной силой пропускает ее через узкое брюшное отверстие. Повернув конец своего брюшка на нападающего, жук может управлять струей. Грозная жидкость, состоящая из комбинаций гидрохинона и перекиси водорода, одновременно обжигает и жалит нападающего. Она может убить небольшого противника, такого как муравей, и отравить более крупных врагов. Например, пауков, лягушек и птиц. Морские огурцы, также именуемые как галатурии, беспозвоночные обитатели морских глубин, отдаленно напоминающие гибрид дождевого червя и гусеницы. В природе их насчитывается более тысячи видов. Они могут отличаться размерами, строением тела и внутренних органов, однако объединяет их изощренный способ защиты от хищников. В момент опасности морской огурец буквально стреляет своими внутренностями во врага. Если это не помогает, то моллюск может прибегнуть к более опасному методу – растворению. И уже в виде частиц он может скрыться от преследования, если, конечно, не перестарается и не расщепит себя полностью. Электрический угорь – опасное и загадочное создание. Его главной способностью является то, что он может воспроизводить электрическое поле, которое использует для защиты от хищников и охоты на добычу. Самое страшное, что угри могут генерировать ток напряжением до 600 вольт, что для многих живых существ является смертельным показателем. Электричество у угря вырабатывается за счет особых органов, которые так и называются электрическими. У этой рыбы они расположены по бокам и представлены в виде пластин. Многочисленные разряды угря приводят к сердечной и дыхательной недостаточности жертвы, отчего та погибает. Всем своим видом это милое существо на первый взгляд говорит о своем внеземном доисторическом происхождении. Пестрый окрас и загадочная улыбка сделали аксолотля модным экзотическим питомцем. Однако не думаю, что какие-либо обитатели аквариума смогут быть спокойными, находясь в замкнутом пространстве вместе с ним. Известный факт, что при необходимости это удивительное создание без каких-либо колебаний лишает себя конечности в надежде, что сможет отвлечь ею преследователя. Причем часть тела продолжает еще двигаться словно живая, а на ее место в скором времени аксолотль сгенерирует новую конечность. Видимо, техасская рогатая ящерица имеет один из самых неоднозначных способов самозащиты в дикой природе. Глядя на эту шипастую, колючую и неприятную рептилию, возникают сомнения, а нужно ли ей вообще защищаться, однако находятся хищники, которые решаются на нее напасть. В этой ситуации она испускает струи крови из собственного глаза, которые могут атаковать хищника на расстоянии до 5 метров. Делает она это за счет блокирования оттока крови в голову, чем повышает свое кровяное давление. Если маленькие рыбки сбиваются в кучу и начинают образовывать сферический косяк, значит, они увидели неподалеку хищника, который претендует на них. Это единственный способ для таких существ справиться с опасностью. Несмотря на внушительные размеры такого рыбного торнадо, достигающего в длину до 15 метров, те же акулы научились пробивать в нем брешь. Стоит лишь им разогнаться и врезаться в эту импровизированную воронку. Так рушится ее целостность и некоторые рыбы оказываются в пасти хищника. Однако это куда более эффективный способ, нежели уплывать в рассыпную по одному. Муравьи – невероятно сильные насекомые, которые могут поднимать вес, превышающий их в 30, а то и в 50 раз. Помимо этого, они еще отчаянные защитники своего дома. Эти лесные рыжие муравьи в целях защиты жилища при приближении опасности группируются в одном месте на поверхности и синхронно стреляют в обидчика с зарядом кислоты. В большинстве случаев этот способ работает и нарушитель спокойствия отступает. Если же нет, то рыжие муравьи бросаются колонией на врага с болючими укусами. Пишите в комментариях, какой из способов самозащиты показался вам наиболее шокирующим. Делитесь этим видео с друзьями и ставьте лайки. С вами была Марго. Всем пока!